Осенью и зимой тут начинает работать мельница с электрическим приводом. В конце 19 века камни для нее привезли из Азербайджана. Однако во второй половине 20 века нужды в ней стало меньше и мельницу забросили. До 60-80-х годов все местные населения свою муку мололи на этих жерновах. Все очищали свое зерно, носили там, делали себе муку и подправляли эту муку. А вот наши где-то 60-70-х годы с развитием, у нас тоже колхозы переводились в совхозы, с развитием советских хозяйств, просто в магазинах сколько угодно стало муки. Хоть и редко, но о мельнице сельчане вспоминают, когда им нужно перемолоть пшеницу для национального напитка «Тач». Мельник Джават долго настраивает механизм, засыпает в приемник ведро зерна и говорит, что именно благодаря старинной мельнице мука получается особенной. Бросаешь там 70 килограммов зерна и в течение часа наша пшеница намолится. Помол, понимаете, у него ни первый, ни второй, ни третий сорт, все сорта там находятся. Вот осень, октябрь, ноябрь, зимний сезон, вот да, совсем сильно тоже приходит, очень многое там делают «Тач». Но это не все. Помимо мельницы Джават Ибрагимов работает и в кузнице. Когда-то здесь его дед и отец ковали плуги, сохи и ободья для колес. Сейчас мастер изредка выполняет заказы сельчан. «Это распределитель воды. Для нашего квартала. И вот сюда надо делать дырку, надо перевалить этот, а к нему нужно делать еще кронштейн. Отсюда у нашего, она идет на распределение. Кажется будет подключаться, 20 человек может подключиться, 20 человек обеспечены водой». Раньше кузнецы были востребованными специалистами. Они делали домашнюю утварь, инструменты, подковы для лошадей и даже ювелирные изделия. Сейчас все можно купить готовое, а серьезное занятие стало скорее увлечением. Джават признается, что работа в мастерской для него – это хобби. И в дальнейшем кузница перейдет его сыновьям. «То, что я получил от своих предков, хочу оставить своим сыновьям. Пускай тоже наши. Сыновья тоже приходят, работают, на что-то делают. Видишь, даже недавно сделали, они два ножа сделали. «А сколько сыновьям лет?» «Ну, им по 30. Видишь, это сделано из обоймы, подчимника». Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Ахтынский район.